А теперь расскажите мне, кто из вас кто в этой четвёрке мушкетёров, как сказал Марк Тишман. Ох, ну сейчас начнётся драка. Драка с Батальяна. Очень тяжело, очень сложно в песнях услышать, выделить тот самый голос, потому что мало того, что все максимально пытаются его как-то закрыть, ну как это делал и я. Но в какой-то определенный момент всё-таки я в песнях давал фрагмент своего голоса. На сегодня я чем дальше, тем хуже. Вообще нет версии. На сегодня эксклюзивная программа, потому что сегодня мальчишник. Мальчишник. Да, и мальчишник не из лужек, потому что мы уже в номинации выбрали двух женского пола аватаров. Сегодня такой день. Не 8 марта явно. Видишь, обычная мальчишня. Да, вот мы хотим кого-то из девочек раздеть. Кто тебе пока запомнился больше всего? Больше всего мне запомнился Перун и этот маленький домовёнок. Домовёнок топ вообще. Сладенький, не могу эти глаза. Он топ. Он очень крутой аватар. Глазастый. Он немножко напоминает маленького носорога. Да, кстати, я думаю, чёрт эти глаза голубоглазые напоминает. Точно. Да, такие большие. Вот, такой же персонаж. Очень душевный, весёлый. Он поёт классно. И на 99 процентов, конечно, я уверен. Кто это? Вот и посмотрим. Вот, но посмотрим. Слышали, может, такое здесь? Да, потому что здесь сколько раз происходило то, что уже были на 100 процентов всё уверены. Я сегодня первый день. Ребята это слышали. До этого были другие выпуски, где пели. Да. Я сегодня впервые всех слышу. Мне сложнее сравнивать. Есть некоторые, которые палятся. И особенно это происходит не в песнях, а именно в общении. Абсолютно. И вот те, кто больше молчит, те, вот к тем вопросам они не говорят. Выигрышнее оказалось. А вот те, кто больше говорит, ну, как бы ты, вот я помню по себе, как бы ты не скрывал, как бы ты там, если ты образ себе придумал, ты всё равно где-то съездишь на себя. Где-то есть же слова-паразиты у каждого свои. Да? Да. И на стрессе они вылезают, Сергей. И вот да. Папчако! Садко, обещай, что когда ты разоблачишься, ты продолжишь именно так общаться. Смеяться после каждой фразы. Я не откроюсь! И, допустим, как вот домовёнок. То есть думаешь, Алексей Воробьев? Уверен. Да ты что? Ну, посмотрим. Вот у меня почему-то вообще никакое связи с семьей нет. Ну, может быть, разочарование будет вселенское. Посмотрим. Ну, может быть, Олег Майянь. То есть всё запутанно. Запутанно. Марк тут же заполняет какие-то бланки. Я не могу. Ты потом сдаёшь, а куда-то что-то... А просто, конечно, у него галстук, он прямо как в офисе сидит. У него просто допишет. Сегодня, да. Он то в очках. Он подарил, он мне подарил блокнот. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-ра-ра. Такой-такой у меня и у Марка. Тебя тоже посвятили теперь в эти блокнотоносцы красно-клубики. Да, у меня очень много здесь записей. Видишь? Слушай, ну, продуктивный ты, продуктивный член жюри, конечно. Марк, мне кажется, всё мимо. Я всё помню, я всё помню. Не, я ещё заметил. Знаете, что здесь... Вот здесь Орёл, Заяц, Носорок и Скорпион. Кстати, впервые, например, у нас все члены жюри участвовали. На выезде. Вот это мой слег, кстати. Белинский, пожалуйста, предъявляйте. Ну, нет, я не думаю. Да нет, 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 я даже не пойду. Прав ли кто-то из членов жюри? Три голоса против одного. Серьёзно? И сиреной была актриса, телеведущая, мастер дубляжа Дарья Блохина. Серьёзно? 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 На прошлой передаче меня назвали «Алюзь чеботина». Я знала, что они не пропустят эту историю. Ну и плюс, я не знаю, расстраиваются мне или радоваться, что у меня всё время преследует слово «интеллектуальное» параллельно. Ну, я не считаю, конечно, интеллектуальное, так, все вот это интеллектуальное по верхам, но мне все время как-то именно это и меня и палит. Мне показалось, когда Сирена разговаривала до своей песни «Тимур с тобой», она разговаривала немножко как «Умная колонка». Очень похоже, да, Тимур? Умная колонка, а есть тупые колонки. Тупые колонки, это хорошо. На вашей земле. Они дают дорогой бензин. Слишком много знает, так разговаривает, разговаривает как «Умная колонка», хотя я не разговариваю как «Умная колонка», я не разговариваю как «Умная колонка», о чем вы говорите? Сложно ли далась работа над прятанием своего голоса? Ну, вот в вокале, кстати, нет, я же хамелеончик, я же принимаю разные формы, а вот, видимо, личность тяжело спрятать, то есть, когда это не стоит актерской задачей точной, видимо, полностью не продумала свой образ, вот и поплатилась на это. Когда выбирали персонажа, это была любовь с первого взгляда? Да, я как-то вот сразу обратила на нее внимание, она мне показалась самой такой интересной. Когда, в принципе, вживались в характеристики, вы как актриса-даближа, что вам помогало? Вы знаете, я просто не знала, как меня слышат, и мне из-за этого, то есть, у меня не было полностью образа, то есть, если бы я знала, как я себя слышу, я бы подстраивалась как-то. А то мне казалось, что я вроде как изменила, а потом они говорят, что почти ничего не было изменено, и у меня так в голове какая-то, какой-то винегрет, намешали из всего. Но мне нравилось быть немножко лунной, такой воздушной, хотя, может быть, я такой и являюсь, на самом деле, я себя обманываю, что я нормальная, на самом деле, я такая же. Один плюс один сложить не могу. Не, мне кажется, это про другое немножко, это как раз про то, что вы какая-то неземная, это плюс. Спасибо. Жаль, в школе так не считали, да. К сожалению, не знаю, есть ли у вас свои треки? Есть, вот сейчас я долго их рожала, они, ну, я не люблю просто слишком популярную музыку, ну, видимо, не слишком популярную, а мне нравится другой тип музыки, которая популярен становится, я в таком стиле пишу. Расскажите нам про это, про пиарьте. Ну, один трек будет, как будто мне лет 15, я написала в 15, ну, может быть, на мой настоящий биологический возраст, кто знает. А второй трек, трект, у меня тут начали появляться лишние буквы, кэшбэкт, трект. Я написала эту песню, она для меня очень личная, я написала ее за три минуты, потому что вот так муж сел просто за пианино, начал играть, и она пела, и мы три года ее пытались записать. И записали, наконец-то. Где ее слушать? Мы еще не решили, куда ее выкладывать, поэтому просто подпишитесь на меня, и все, узнаете. Спасибо вам большое, до новых встреч. Спасибо, спасибо. Скажи, пожалуйста, ты сегодня будешь петь, а танцевать? Я каждый раз танцую. Вам не показалось, что вот эти странные движения, которые я совершаю, это танцы? А, это танцы. Да. Я думал, что ж холбасит так. Ну тогда, если у вас уже была песня, то после следующего номера ждем от вас синхронный танец. Балет мы тоже должны учить в Бойзбенде? После номера сирены у нас будет синхронное плавание. Будем снова тонуть, просить о помощи и совершать синхронные движения. Не ждите прищепки для носа. Абатар!